Итак, а кто прав? Чиновники, которые говорят, что новый транш может быть уже летом, несмотря на то, что украинские реалии явно входят в противоречие с требованиями МВФ, или все-таки скептики, которые утверждают, что нужно готовиться к жизни без помощи МВФ? Давайте обсудим это с экономическим экспертом Тарас Казак, сегодня гость подробностей недели, за что вам спасибо, Тарас, здравствуйте. Добрый вечер. Смотрите, Минфини говорят, что летом уже может быть транш на 2 миллиарда долларов. Насколько это реально, мне интересно, ваше мнение? И готова ли Украина к жизни без транша? Дотянем или хотя бы до конца года? Знаете, ну, перегон, это слишком плутанная, потому что МВФ 2 миллиарда нам не даст. Он ожидается, что он нам даст этого года приблизительно миллиард, может, трошки больше. Но про те 2 миллиарда, которые говорит министр финансов, это не позика от МВФ, это коммерсийные запозичения. Те, которые, например, мы, как Украина, взяли в борг в жовтні минулого року 2017, Украина залучила 3 миллиарда долларов под высокую ставку 7,4 миллиарда. То есть это значительно дорожче, чем МВФ. Нагадаю, что МВФ даёт приблизительно 1,5% речных таких позиций нам. Тут это дорожче. Но если удастся нам залучить эти 2 миллиарда долларов без продолжения программы с МВФ, есть какие-то суммы. А если удастся, то это очень дорого. Взагалі, вартность обслуговывания украинского борга – это важнее, чем размера борга. Когда говорят, что Украина – очень большой борг, то, на самом деле, он не такой большой. На сегодня он становится приблизительно 70% от нашей экономики, от валового внутреннего продукта. Соединенные Штаты, европейские большие страны имеют выше, чем 100%. То есть борг больше, чем ВВП. А Япония больше, чем 200%. Это не так критично. Все-таки, смотрите, у нас долг уже достиг, это сумма более 2 триллионов гривен. Я не ошибаюсь, правильно? Так, но это абсолютно сумма не такая важливая, как в отношении до ВВП. Насколько наша экономика позволяет этот борг погасить с часом. Я еще раз повторю, что в Японии размер боргу больше, чем 200% ВВП. Но Япония запозичивает под 1% речных. То есть, что в ней витрачает на обслуговывание боргу приблизительно всего на всего 2% от своей экономики. Украина, когда витрачает под 7%, в среднем 6, 7, 8, по-разному, она витрачает, нагадаю цифру, 130 миллиардов в 2018 году мы выдамо на виплату відсотков за украинским боргом. Внутришнем, в ЗОВП, это очень важные кошки. Возникает тогда логичный вопрос, сколько тогда мы еще протянем Украину, если будет жить вот так вот на широкую ногу непосредственно. Если мы не будем залучать кредиты МВФ, а будем замес них отримывать дорогие коммерсийные кредиты, то, конечно, постоянно это будет сложнее и сложнее. Почему мы так долго отримываем, потому что у нас не проводятся реформи, и, в частности, МВФ нас не поддерживает. Если бы он поддерживает МВФ и продавал эту программу, то уверен, что с часом этот процент падал. Мы бы залучали все дешевше и дешевше. Тогда бы не было кризи. Если бы мы не продолжаем общаться с МВФ, то мы рискована страна, и нам гроши, если бы и дадут, то очень дорого, потому что риски все включаются. Тарас, смотрите, вот МВФ выступает против повышения минималки. Только что мы об этом рассказывали. Вы верите, что в предвыборный год политики будут выполнять это требование МВФ и не захотят, в общем-то, задобрить население? Мы понимаем, что... А если захотят, то сможет ли украинская экономика это себе позволить? Это очень важный вопрос. Это самое важное вопрос. Че можем мы это дозволить? Потому что наши политики, мы понимаем, могут сделать все. И у них там такая поверка. Верховная Рада может все. Ну, конечно, могут и выплатить, и гроши надорогать, и все, что угодно. Правда, этого года все сложнее, потому что Национальный банк Украины стал справедливо независимым от Уряда и от Верховной Ради. Но, тем не менее, поднять минимальную зарплату, или намалювать ОВДП, то есть позыки внутренние, наш Уряд может. И я почему-то так думаю, что перед выборами они это сделают. Даже несмотря на то, что этого года дефицит бюджета. То есть мы, Украина, не выполняем бюджет по доходам. Мы за первый квартал не добрали доходов бюджета приблизительно на 3%. Это приблизительно 6 миллиардов гривен. Бюджет получил меньше денег, чем ожидалось, согласно закону про бюджет. То есть даже на эту небольшую зарплату минимальную 3,723 на сегодня не хватает. Если ее поднять еще на 500 гривен, то, конечно, в бюджете будет еще меньше денег. И дефицит может взросли. Но, тем не менее, перед выборами для политиков часто экономика стает, так бы говорите, не такой важливой. Важливо переобраться. Поэтому целиком могут поднять. То есть, в принципе, эти обещания еще могут... Хорошо, а есть какой-то механизм, чтобы... Люди все равно же ждут повышения этой минималки. Оно нужно, правда? Ведь на эту минималку сейчас не проживешь. Да и на 4200 не проживешь. В Украине... А есть какой-то механизм, чтобы и дать людям, да? И в бюджетной дырне. Чи есть где-то запасы грошей, которые можно дать и отдать людям? Есть, как не дивно. Но политики на них не погоджуются. Первое, это приватизация. Дорого продать наши активы. Но наш уряд чему-то не умеет продавать дорого. Если продает, то очень дешево. А часто вообще не продает, например, Укрспирт. Чудовое предприятие, которое приносит сбитки. Какие там скандали вокруг него. Всегда какие-то хорошие истории. Чому его не продать? Потому что оно сбитки приносит только державе. А кишень, оно очень прибыльное для кишень каких-то там украинских чиновников, которые вокруг этого хорчуются. То есть, возможности есть. А то же антикоррупционный суд, который не хочет ухваливать закон про него в Верховной Раде. Это бы дало возможность Международного фонда дать деньги и, соответственно, залучать дешевшие позиции. Это называется «Было бы желание». И тогда пустые обещания предвыборные могли превратиться. А что до поднятя? Конечно, можно просто так поднять и 4 200, и 4 500. Пообещать можно многое. И даже поднять. Но если инфляция будет высокая, то это все. Это все. Понятно. Спасибо. Тарас Козак, экономический эксперт, был моим гостем. Благодарю вас за это.